Возведение временного здания аэровокзала в Устилимске длится уже несколько месяцев. Такие масштабные работы не могут не радовать будущих пассажиров. О том, как проходит стройка, смотрите в нашем сюжете. Работы по возведению временного здания аэровокзала в Устилимске продолжаются. Картина проясняется и каждый своими глазами может увидеть, как она будет выглядеть в целом. На сегодня уже установлен каркас и частично блочно-модульные конструкции. В рамках социально-экономического партнерства между правительством Иркутской области и АО «Группа ЭЛИМ» было заключено соглашение, была выделена сумма в размере 100 миллионов рублей на развитие посадочной площадки. Эти деньги сейчас осваиваются. На эти средства не только возведут здания аэровокзала, но еще и огородят периметр посадочной площадки, а также закупят оборудование для постройки и установки топливозаправочного комплекса. Работы предстоят немалые, однако для них уже определены сроки. По графику стройки, завершение строительства периметрального ограждения и здания аэровокзала – это 1 марта. По топливозаправочному комплексу – это 31 марта. Но в связи с тем, что у нас были сильные морозы, ниже было 40, так 50 было, поэтому там сроки могут сдвинуться где-то дней на 10, наверное. По строительству ограждений и здания аэровокзала выступает компания ООО «Вира», это иркутская компания. По строительству и монтажу топливозаправочного комплекса – это ООО «ГСМ Авиасеврис», тоже город Иркутск. Ко всему остается добавить – количество рейсов, выполняемых из Устилимска, увеличилось до 4-х. Кроме традиционных вылетов в понедельник, среду и пятницу, появился рейс «Воскресенье». Вылет в 15.30 по местному времени. Точное расписание можно посмотреть на сайте авиакомпании. Ссылку вы видите на своих экранах. Юлия Погодаева, Юрий Ананин, Новости ИРТ.